Привет! Как дела? Сегодня я расскажу, как мы с братом и с мамой ездили в 2012 году в Дарсет и Саммерсет. Итак, если вы помните, я рассказывала, что в марте к нам часто приезжала мама, и брат нас старался вывозить на выходные в какие-то близлежащие к Лондону города. Особенно он предлагал нам поездку в подарок на 8 марта. Итак, вот в 2012 году мы сели в машину, у него была тогда машина, ему дали от работы, и поехали в два графства, это Дарсет и Саммерсет. В Дарсете мы посетили город Веймут, буквально только доехали к ночи туда, переночевали и утром походили, и поехали в Саммерсет, заехали в город Уэллс, и конечным пунктом нашего назначения был город Бафф. Что мне больше всего запомнилось из этой поездки, это наш отель в городе Веймут. Итак, обо всем по порядку. Рано утром в субботу мы сели в машину и поехали в графство Дарсет. Как такового маршрута у нас, по крайней мере, с мамой не было, я не знаю, куда нас вез брат, но нам было все равно, мы очень любили путешествовать по Англии. Обалденно красивые дороги и дома встречаются на пути. И так вот мы с мамой, просто не зная, куда брат везет, туда и поехали. По пути в Веймут мы заехали в какой-то небольшой городок, я даже не знаю его название. Он хотел нам показать развалины римского темпла, но мы его не нашли, нашли только указатель. Потом, позже мы посмотрели, там, оказывается, практически все было снесено до основания, и осталась буквально только кладка этого здания, поэтому мы его и не нашли. Но зато вот на этом указателе мы очень много пофотографировались. Ну, как бы нам понравился берег моря, и мы там и с мамой, и с братом пофотографировались и поехали дальше. Доехали до Веймута, и уже начало темнеть. И тут мы задумались, где же мы будем ночевать, потому что, ну, так как маршрута у нас не было, мы даже не знали, где мы окажемся ближе к ночи, и брат не бронировал никакие отели, а я тогда вообще ничего не соображала, как организовать путешествие и вообще, куда мы едем. Поэтому всю поездку как бы организовывал брат. Ну, и мы стали объезжать гостиницы в Веймуте, какие были, а гостиницы, оказывается, не было. Все было забито, и мы очень долго искали. Помню, мы остановились на какой-то горе, там была такая лавочка, и пока мы с мамой сидели на лавочке, смотрели на морскую, какая-то коса там была, то есть песочная насыпь, и, ну, просто любовались уже закатом. Брат в это время по телефону обзванивал все отели. И мы нашли один отель, где был один номер, ну, точнее, это не отель, а Bed and Breakfast или Guest House, это называется, то есть гостевой домик. И там был один номер на троих, и вот так вот мы поехали. Это оказалось даже не в самом Веймуте, а где-то в пригороде. Обалденный, наверное, самый лучший гостевой домик. Я его до сих пор помню, и до сих пор помню вот эти вот ощущения и впечатления от него. Очень он отличался гостеприимством. Хозяйка и хозяин, муж и жена, они содержат этот гостевой домик, и они прямо-прямо раскланивались перед нами, то есть они узнали, что мы иностранцы, они были счастливы, что к ним приехали люди из другой страны, они стали нас расспрашивать и предлагать чай-кофе на ночь глядя. В общем, все так было доброжелательно и гостеприимно, что прямо нам очень понравилось. Ну и плюсом к тому мы очень сильно замерзли уже, в марте еще холодновато, особенно по вечерам. А отель был просто шикарный, номер был простого типа, но как-то все так по-домашнему уютно. И вот эти вот индийские мотивы, которые все англичане почему-то любят, какой-то внутренний комфорт приносила эта атмосфера, и создавался какой-то такой типичный английский уют в этом доме. В общем, почувствовалась вот прямо реальная Англия. И нас напоили чаем, и мы легли спать. На утром мы спустились в гостиную, где стоял стол, где можно было позавтракать. Мама взяла себе сириал, то есть это хлопья с молоком. А я заказала English breakfast, то есть английский завтрак. Брат не помню, что ел, по-моему, тоже и хлопья, и английский завтрак. Из чего состоит английский завтрак? Это яичница, сосиски или сардельки, бобы, тосты, пудинг, то есть кровяная колбаса, бекон, помидорки и грибы. По-моему, все. Ну, если я что-то забыла, пишите в комментариях. Но английский завтрак настолько жирный и сытный, что, в принципе, его хватает на весь день. Но про английский завтрак, может быть, я отдельно как-нибудь расскажу. Может быть, когда поеду в Англию, и нам попадется такая услуга, такой сервис. Обязательно все крупным планом расскажу, покажу и попробую передать, как это на вкус. Я потом даже попросила разрешения пофотографировать их кухню и их апартаменты. И они мне всунули еще визитку, сказали, приезжайте еще и привозите своих друзей. То есть вот такое доброжелательное радушие. Я встретила впервые на тот момент среди английских людей. После завтрака мы направились гулять по городу. Прошлись вдоль бухты, посмотрели на Уэймутские кораблики. Даже увидели афишу о том, что к ним приезжает русский балет. В общем, что-то у них будет в театре там намечается. Как всегда, покормили голодных чаек. Что было, по-моему, хлеб у нас был. И мы немножко покидали чайкам этот хлеб на канале. Также мы понаблюдали, как один мужчина там делал какие-то фигурки из песка. Очень даже профессиональные такие. По-моему, учешерский кот был из «Алисы в стране чудес». Ну и еще какие-то фигуры. Потом мы пошли вдоль берега, прогулялись по набережной, вдоль моря. Посмотрели, как гуляют с собаками. Даже с какими-то собаками поигрались, пофотографировались. Дошли до какого-то памятника погибшим воинам. И уже как бы направились к машине. Сели в машину, заехали, по-моему, в Бин-Кью. Нам тогда нужна была земля. Мы тогда на тот момент сажали кустарники вокруг дома, о которых я уже рассказывала. Кто не помнит, смотрите в этом ролике. И нам с мамой там очень понравились статуэтки сурикатов. Это такая была мода. Вот как раз в 2010-х, наверное, 13-14-х годах. Вот эти вот сурикаты, которые у них во всех рекламах фигурировали, стали популярны. И знаете, как у нас гномиков выставляют на дачных участках? Вот этих сурикатов продавали во всех практически хозяйственных магазинах. Ну и я тоже так и пофотографировала. Потом мы сели в машину и поехали дальше, уже в графство Соммерсет. По пути мы увидели какой-то просто посреди поля почтовый ящик. Меня это очень сильно удивило. Я решила сфотографировать. Потом мы заехали в город Уэллс. Ну просто так получилось по пути. Видимо, брат гнал машину в Баз. В городе Баз я уже была в первый мой приезд в Лондон. Еще когда я была туристом, брат первым делом меня повез в этот город. Ну, конечно, шикарный, очень красивый город. Я там уже была раз пять, наверное. Ну, три точно. Ну, о Баффе я буду рассказывать отдельным роликом. Сегодня немножечко коснусь. Покажу, как это было в марте 2012 года. А в городе Уэллс тоже до сих пор я его помню. Вот какие-то вот такие яркие пятна просто с этого путешествия остались. В городе Уэллс мне очень понравилась такая старинная аркада. Или это был какой-то замок. Или это был какой-то, наверное, кафедральный собор. В общем, осталась одна стена и вот такие пустые окна. Очень красиво. Это все отражается еще в воде. Там какой-то канал. Но мы буквально заехали туда посмотреть вот эту вот достопримечательность и покушать. Мы купили где-то по пути курицу и решили там вот на фоне всей этой красоты покушать курочку. И сели в машину, поехали дальше. По пути в Бафф погода начала меняться. Ну, как это обычно бывает в Англии. Было солнышко в течение всего дня. Ну, так скажем, не пасмурно. И все это начало переходить в грозовые тучи. И мы погрузились в сумрак. Дорога была просто шикарная. Вот это вот все зеленые поля. Ярко зеленые поля. На фоне черного неба смотрелось просто... Конечно, когда едешь в машине, все это из окна автомобиля смотрится намного красивее, чем если ты идешь пешком. Вот таким дождем, под ливнем. Иногда срывался дождь. И в итоге вот такие вот виды, которые я вам сейчас показываю, тоже на меня произвели неизгладимое впечатление. Я вообще люблю по Англии ездить на машине. Но очень редко мне удавалось такое. Или мы с братом ездили на машине, или с некоторыми друзьями. Но вот по таким, так скажем, деревецким улочкам, а не трассам, очень приятно ездить. Вот какая-то такая английская, что ли, атмосфера. Но я не знаю, как это описать. В общем, какая-то другая природа в Англии. И как-то все это по-другому ощущается, не так, как у нас. У нас тоже очень красивая природа, я не спорю. Но там что-то другое. И вот это вот другое всегда, конечно, все новое, интересное привлекает внимание. Ну, ладно. В общем, приехали мы в город Бафф. Это римский городок. Здесь до сих пор существуют римские термы, то есть бани, где бьют горячие источники, и даже можно купаться. Но где именно купаться, я не могу сказать. Один мой друг за 30 фунтов, он говорил, что покупался вот в этих банях. Где-то, в общем, есть такое место, если кому-то интересны бани, особенно римские бани, езжайте в город Бафф. Там вы обязательно найдете, где покупаться под открытым небом. Ищите источники. Итак, приехали мы в город Бафф и просто пошли гулять по городу, показывая маме этот город и все достопримечательности города Бафф. Естественно, мы зашли в эти термы, показали, как это все выглядит. Но обо всем об этом я буду рассказывать, когда я буду рассказывать про этот город. А так, в принципе, мы просто прогулялись. Моросил дождик, поэтому не очень приятно было гулять. Мы просто показали маме основные достопримечательности и сели в кафешки рядом с церковью перед тем, как поехать обратно в Лондон. Попили чаем, что-то поели и затем по прямой погнали в Лондон домой. Вот таким вот запомнилось мне это путешествие. Было очень интересно. Три города за два дня по весне, когда природа уже восстановилась от зимней спячки и все начинает расцветать, очень приятно вот так вот просто погулять по разным городам и насладиться как природой, так и какими-то новыми достопримечательностями. К сожалению, город Вэллс я так и не посетила после этого, но думаю, что когда-нибудь я еще туда съезжу. Мне очень понравился этот город именно благодаря вот этой вот церкви, кафедральному собору и разрушенной стене. Но посмотрим, как сложится жизнь, удастся ли попасть в Лондон в ближайшее время и попутешествовать по Англии. Ждите новых репортажей пока о тех городах, где мне удалось побывать после этого. А там видно будет. Пока на этом все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok